День веков Хронограф Для вас ее проведем мы Я Юрий Смирнов И я Юлиана Шахова Программа День веков Хронограф поздравляет всех наших телезрителей Родившихся в этот день И желает вам счастья, удачи и крепкого здоровья 15 декабря в разные годы и столетия Родились многие известные люди Среди которых Нерон, римский император И Ясу Токугава, японский феодал Основатель династии Сигунов Полководцев Александр Гюстав Эйфель Французский инженер Создатель Эйфелевой башни И Антуан Беккерель Французский физик Открывший радиоактивность урана Нобелевский лауреат Людвиг Замингов Польский врач и филолог Изобретатель языка эсперанта И Нильс Финзен Датский физиотерапевт Основоположник светотерапии Нобелевский лауреат Эвинд Свинхвуд Первый президент Финляндии И Артур Литл Американский изобретатель искусственного шелка Оскар Нимейер Бразильский архитектор И автор плана столицы Бразилии И Иосиф Шапира Российский кинорежиссер Известный такими фильмами Как «Три толстяка», «Спящая красавица» Сегодня 15 декабря Вы смотрите программу День веков хронограф В этот день в мировой истории Произошли следующие события В 1593 в Голландии Была запатентована ветряная мельница С коленчатым валом И в 1632-м Русские войска Двинулись на Смоленск Занятый поляками В 1775 году При загадочных обстоятельствах В Петропавловской крепости Умерла заключенная Выдававшая себя за наследницу Русского престола Княжну Тараканову В 1791-м Был ратифицирован Биль о правах Ставший составной частью Конституции США В 1856-м Было завершено издание романа Гюстава Флабера Мадам Бавари В 1917-м В России был создан Высший совет Народного хозяйства ВСНХ И в 1923-м Сталин В газете Правда Начал борьбу С троцкизмом В 1939-м В Атланте Состоялась премьера фильма Унесенные ветром И в 1948-м Был пущен в строй Первый французский Ядерный реактор Сегодня 15 декабря Вы смотрите программу День веков Хронограф Теперь мы более подробно Расскажем вам о событиях Произошедших в российской истории В давние времена 15 декабря В 1632-м году Русские войска Двинулись на Смоленск Занятые поляками Напомню, что По Столбовскому миру 1617-го года И Диулинскому перемирию 1618-го года Западные русские земли Отошли к Швеции и Польше Но если в шведских владениях Было немного русского населения То в польских Гораздо больше Речь Посполитая Включала в себя Не только Белоруссию И Украину Но и часть Великороссии Смоленск А кроме того Литву И часть Латвии В начале 17-го века Польша переживала Те же сложности Которые переживали Все европейские государства То есть Контрреформация Правда, сама Польша Не участвовала В 30-летней войне Между католической И протестантской коалициями Но ей приходилось Сдерживать Россию Которая выступала Как сторонница Протестантской унии Так Польша и Россия Снова оказались Соперницами В политической борьбе И начало военных действий Не заставило себя ждать Московское государство Начало новую войну С Польшей За Смоленск И другие территории Находившиеся В составе Речи Посполитой Эта война Была впоследствии Названа Смоленской Так как У стен Смоленска Развернулись Основные боевые действия Смоленская война Началась в период Бескоролевья В Речи Посполитой После смерти Сигизмунда Третьего В 1632 году Его сын Владислав Не успел еще Утвердиться на престоле 30-тысячная Радь боярина Михаила Шеина Выступила к Смоленску 15 декабря Часть русских войск В составе Четырех Солдатских полков Которых обучали Служилые немцы Дворянской Конницы И казаков Из южно-русских окраин Начала Осаду Смоленска Остальные же силы Решено было Оставить В резерве А через некоторое время Поляки пошли На отвлекающий маневр И спровоцировали Набег Крымского хана На юг России И большая часть Русских войск Из-под стен Смоленска Отправилась На защиту Южной русской Границы В результате Осада Смоленска Имевшего мощные Оборонительные укрепления Затянулась На несколько месяцев А сама война Закончилась Лишь через два года Поражением Русских войск И только В 1654 году Смоленск Был взят Русскими войсками И в 1667 По Андрусовскому Перемирию Возвращен Россия 15 декабря В 1699 году В России Был принят Юлианский Календарь До этого дня Летоисчисление В России Велось От сотворения Мира Но Петр Великий Желая идти В ногу Западом Ввел Юлианский Календарь И Новый год Соответственно Плавно Был перенесен С 1 сентября На 1 января 15 декабря В 1775 году В Петропавловской Крепости Умерла Одна из самых Загадочных Фигур В российской Истории Княжна Тараканова Она же Госпожа Франк Она же Шол Она же Алиеметти Она же Княжна Валдамир Из Кавказа Она же Азовская Принцесса Она же Графиня Пиненберг И наконец Царица Елизавета Ее подлинного Имени Установить Не удалось Ведь Княжной Таракановой Она и Не звалась Никогда Имя Приписали Ей Исследователи Исходившие Непонятно Почему Из того Что у тайного супруга Елизаветы Петровны Графа Розумовского Предки Носили фамилию Таракановы Историки считают Что будто бы Девяти лет от рода Ее привезли в Петербург И поселили к одинокой старушке Девочка постоянно хворала Как она потом поняла От отравы Которую ей постоянно В пищу подсыпали На что и пожаловалась Старуха В один прекрасный день Ее нянька Переманила на свою сторону Татарина Из соседнего села И они сбежали Втроем После чего Они попали Ко двору Персидского Шаха Али Который И рассказал Девочке Что она Дочь Царицы Елизаветы А в августе 1774 года Княжна написала Письмо Турецкому султану Которым упомянула И Пугачева Назвала его Своим братом И просила Помочь ей Поскорее С ним встретиться По странному Стечению обстоятельств Именно тогда Пугачев Потерпел поражение Под Царицыным Письмо Естественно Не дошло Постаралась Разведка Екатерины Но Тараканова Об этом не знала И продолжала Вдохновенно Сочинять Подложные документы В том числе И завещание матери Которое показывала При первом удобном случае А в это время На рейде В Ливорно Стояли корабли Алексея Орлова Который в этот момент Находился В опале У Екатерины Второй Княжна Обратилась к нему С копиями Завещаний матери И письмами И хитрый Орлов Понял Вот он шанс Помириться С государыней И в феврале 1775 года Галантный адмирал Пригласил Будущую императрицу Взглянуть На маневры Русского флота Влюбленная Княжна Тараканова Была на вершине счастья Но через несколько минут Авантюристка Вместе с сообщниками Была арестована Екатерину Раздражало Упорство Злоумышленницы Она приказала Отпустить ее Если та Откроет тайну Своего происхождения Однако Тараканова Была настолько Напугана Что так и не смогла Понять В чем ее Спасение Она умерла В одной из камер Петропавловской крепости От чахотки Так и не открыв Тайну своего происхождения Вполне возможно допустить Что она и сама Ее не знала А отсутствие Точных сведений Создало легенду О княжне Тараканова И множество сплетен О незаконных детях Русского престола Субтитры создавал DimaTorzok